МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Выездная приемная. Сегодня Максим Рыжанко выслухал уже хоров Петриковского района. Бизнес без регистрации. Про умовы ведения своей справы по новых правилах рассказали специалисты. Гомель за чистая поветра. Сегодня означается сусветный день без автомобиля. А зараз об этом и иншим больше подробязно. На Гомельшине протягиваются выездные приемы грамадян представниками органа УЛАДы. Сегодня у Петрикове со скаргами разбирался первый наместник керавника администрации президента Республики Беларусь Максим Рыжанко. Какие проблемы хваляют людей, доведался Олег Сентюров. С початка года у Петриковского района Канкам завернулись к рыху больше 100 человек. Это мель на 20% меньше, чем было летость. Практично каждое третье питание течется работой жилево-коммундальной господарки и доброго порадкования. А прачатка года довольно часто у Петриковском районе завертаются по пытаниях организации бесплатной рыбалки. У свой час жмат такие домовладания, размещенные на берзе Припяти, на ближних райинших городов, у першого чергу Минска, а ле тепер частка раки знаходится у аренде, и для рыбалки необходимо набывать специальный дозвол. Это ж, кстати, и наведовников агросядив. Правда, на приеме у першого наместника керавника администрации президента гэтое пытание не уздамалося. Хоть в уголе без финансовой тематики не обойшлося, вертание сродков, яке знаходзися на щадных книжках грамадзян участия Советского Союза, казали об этом не однойче, але коли мерковать по этому звороту, тема усе еще и заявляется актуальной. Максим Рыжанков заклопоченность поделяет, але лечить, что пакуль финансовая система краины не готовая до такого кроку. А прачатагу необходно выпасывать схему вертания сродков. Это требует принятия законодательного акта, определения категории людей, какой-то список. Самое главное это деньги и потом справедливое их распределение в соответствии с неким каким-то стандартом или системой, чтобы никто не был обижен. Проблема, за которую вернулись жахары поселка Капсевича, у Владимира и Алина Миляшкевича не выращается уже омель два года. Менавито столько часу притягивается ремонт дома, у яким я не проживаюсь. Докладные ремонт даху официально уже завершены, але юн тяче при кожном бочем межомостном дожил. Пакуль мясцовый рай жил Камгаз и фирма Ваканавца разбирается у судах. Жахары дома периодично ликвидуют наступцы стихии и недопросубленные работы. Больше половины оклада я заплатил за ремонт подъезда, чтобы объявили подъезд. Это у нас 6 квартир и такая сумма за подъезд. Дело в том, что крыша была раскрыта, вот как открыли, она все просто по стенам текла, затекала, вот эти пятна и прочее, прочее. И мы обратились еще потому, что у нас в прошлом году не было заливания, но было промокание потолка. Новая крыша промокла в квартире. До ручения пешага наместника керевника администрации президента на протягу двух тынів ликвидовать недопрозовки силами коммунальников и далее при необходности разбираться с упадрачком про суд. Прием у Петрикове протягився каля двух годин. И за этот час Максим Рыжанков разглядил пытание, яке отличится самых розных сфер. Вертание предприемства, чеков майомость, организация гандлевого обслугования и утрамання дорог у невеликих поселках, приватизация жилья и неуплата податков приватным предприниматникам. Причем не все проблемы, точнее, все только Петриковского района. Сустретство с первым наместником керевника администрации президента проезжали навод с Гомеля. После завершения приема Максим Рыжанков отзначая, это была добрая махчимость ознайомиться с реальной ситуацией в регионе. Для меня это очень хорошая возможность посмотреть, чем вообще живет страна, увидеть реальные нужды людей, а не только то, что собирается бумажными отчетами в Минске. Посмотреть, как действуют различные организации культурной, социальной сферы, как предприятия работают, вообще ухожены ли наши районные центры, городки. А это все создает впечатление о том, как работают наши представители власти на местах. А это значит и говорит о том, какой у них авторитет, какая поддержка со стороны населения. И вообще, работаем ли мы для этих людей, или мы, в общем-то, работаем на бумагу только. Олег Синчеров, Валерий Гопанько, телерадуя компания «Гомель» с Петрикова. Завтра же «Хары региона» смогут задать питание старшине Аблвыканкама Владимиру Дворнику. 23 вероясня пройдут субботние промые линии мясовых органов Улады. Звернуться до Владимира Андреевича можно с 9 до 12.1. По номеру телефона 33-12-37. И в этот час на совесть выйдя на местных старшине Гомельского Гагарвыканкама Виталь Геннадьевич Атаманчук. Номер телефона 75-19-54. Тым часом выники работы сельско-гасподарчика комплекса Рэшискага района сёння будут обмерковываться у программе «Диалог». На пытание откажет Миколай Иванович Процик, наместник старшине Рэшискага районного выканавчика комитета, начальник управления сельской господарки и харчавання. Глядите программу «Диалог» «Прамым эфиры» на телеканале «Беларусь-4» сёння у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 34-00-43. Якие новые макчимости для бизнесу, открывая указ президента о прогулявании деяностей физичных особ, сёння рассказали удельники брифингу у областным выканавчим комитете. С журналистами сустрелся наместник начальника управления податка обладания физичных особ инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области Татьяна Пырх. Указ об поширении макчимостей для бизнесу без регистрации у якости индивидуального предпринимальника беспречно становчая рашение, означают специалисты податковой инспекции. Уже вызначены по меры базовых ставок одинага податку для физичных особ. Яны вагаются в залежности от групп, на які поделены населенные пункты. Пакуль вядома, что наш областный центр выходит в первую группу. У другой группе – буйные городы в области – Мазыр, Жлобин, Рэшица и Светлогорск. Докладный помер ставки одинага податку для конкретного виду дейности будзе вядомый празмесяц. Рашение об вызначении суммы для одинага податку для розных послуг примуть на посяджении областного совета депутатов. Уже зараз у инспекции Министерства по податках и сборах по Гомельской области означают шквал звонков от насельництва по этим пытанне. Чекается, что новый указ даст додатковый импульс для развития бизнеса и зарегистрованным индивидуальным предпринимателям. И они так само смогут, выплативши один податок, займаться новыми для себя видами деяности. Основным условием для физических лиц по-прежнему является самостоятельность их деятельности, то есть без привлечения наемных работников. И услуги должны быть оказаны непосредственно для личных, семейных, бытовых и иных нужд, ни в коем случае не связанных с предпринимательской деятельностью. Принцип работы тот же. Физическое лицо, если захочет осуществлять такие виды деятельности, должно прийти в налоговую инспекцию по месту жительства, подать заявление соответствующее и уплатить ставку единого налога? Закон, я считаю, что, конечно, люди, не связанные с предпринимательством, должны с ним как-то ознакомиться и понять его. А предприниматели, я думаю, даже те, которые закрылись, я думаю, что они будут с удовольствием платить этот налог и заниматься этими видами предпринимательской деятельности. В любом случае, предпринимателю сейчас выжить одним направлением работы невозможно. Нужно иметь несколько. Тем более, что какие-то работы они всегда предполагают за собой сезонность. Сегодня означается День без автомобиля. Это осуществительная акция, закликанная нагадать громадству про шкоду автомобилизации и пропоновать экологично-чистую альтернативу транспорту. Как День без авто проходит у Гомеля и как каждый из нас может долучиться до братьбы за экологию, расскажет Ганна Ковалева. Велосипед спасет мир! У День без авто активисты громадского руху Вела Гомель провели акцию под названием «На працу на велосипеде». Гены вышли на улицу Гомеля, ка б нагадать прохожим про корысть двухколового транспорту. У сквера и мягромыки организовали энергетичную кропку. Тут каждый велосипедист мог подселковаться кавой и солодкими подчастунками. Велосипедиста можно не бояться прибавить у вазе. Безусловно, велосипед это не только фитнес. Велосипед это транспортное средство. Безусловно, велосипед помогает поддерживать себя в тонусе и форме. Как видите, я взрослая леди уже. Я пользуюсь велосипедом очень активно, прекрасно при этом себя чувствую. У меня хорошее настроение, самочувствие. Ну а о том, что велосипед это самый экологичный вид транспорта, велосипед не нужно изобретать, чтобы сказать это. Позмогаться за частюню поветра у гэты день выросшились супрацовники ДАИ, которые массово отмывались от особистых автомобилей и переселили у громадский транспорт, как добраться до працы. Инспектор ДПС Андрей Аудейчик на протягу опушных 5-ти годов активный аутоаматор. При этом по доброй традиции, что год 22-го вирусня он свядомо отмывляется от особистых авто. Я и остальные мои коллеги по работе во время единого дня безопасности дорожного движения и дня без автомобиля каждый сотрудник показывает личным примером ездит на работу на общественном транспорте. Свой личный автомобиль оставляет дома. Сегодня я проезжал на первом троллейбусе солнечный гидропривод прямо до самой работы. На жаль за профессийных обовязков некоторые водители навод при великим жадании отмываться от ауто не могут, но и тут есть возможность долучиться до борьбы за частину. Достаточно просто сочить за техничным станом своего железного коня и не допускать, чтобы машина выкидывала ненормативную количество шкодных речев. Те робят гидагамельчане вырошили проверить сопротивники ДАИ разом со специалистами инспекции природных ресурсов и оховы новокольного сяродя. На площади полстания они разместили мобильный пункт, где с допомогой специальных обсталеваний проверяли узровень запручевальных речев. Суть акции такова. Мы останавливаем транспортное средство, измеряем уровень загрязнения выхлопных газов. У акции чистого автомобиля вручаем всю нервную продукцию. Если такие случаи будут, пока их не было на сегодняшний момент, то мы рекомендуем и регулируем уровень загрязнения в автомобиле. Ежегодно, в среднем в год, транспортное средство расходует 2 тонны топлива. И только представьте себе, где сжигается 30 тонн воздуха, при этом в атмосферный воздух выбрасывается углекислый газ, диоксиды азота, углеводороды. Это не только вредное воздействие на окружающую среду, на наш атмосферный воздух, но и также на наше здоровье. Тому кожный водитель повинен контролировать свой автомобиль и регулировать сколькость шкодных выкидок объездить с экологично чистым сумлением. Я знаю, что сегодня день без авто. Проверка показала не превышение даже ниже нормы выброса. Конечно, я забочусь об экологии нашего города и нашей страны. Специалисты отзначают ездить на авто с перевышением нормы выкидок не таная халатность. Физичных особ за это чекает штраф до 5 базовых величин, индивидуальных предпринимальников до 50, а юридичным особам придется заплатить до 200 базовых величин. И все ж, по словам экологов, в последний час сведомость водителя взросла. Про это говорит, сколько штрафов, которых с каждым годом приходится выписывать, все меньше. И это при том, что лик автомобилей в Гомельской области повеличивается только за последний год больше, как на 5 тысяч. Рост отказности водителя у этого шмата чем выник минавито таких профилактичных акций. Дарыш, организаторами еще одной из таких у день без авто выступили активисты БРСМ. Хлопцы и девчаты надели малярные маски и раздавали на парковках информационные буклеты, об шкоде выхлопных газов. Этой акцией мы хотим показать, чтобы люди больше задумывались об окружающей среде, о своем здоровье, о здоровье своих близких и родных. Потому что, если мы об этом не подумаем, никто вместо нас об этом не подумает. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадо, компания «Гомель». В Гомельской области стартовал комплекс профилактичных мероприемств «Сустречная полоса». Поводля известных ДАИ только за этот год у региона по причине порушения правилов обгону и выезда на сустречную полосу руху зарегистрована 25 ДТЗ. У авариях 10 человек загинули и 44 отримали травмы. Державта инспекция организует рейдовые мероприемства, накереванные на выявление и спинение подобных порушений. У региона протягиваются акции по экспресс-тестированию насельництва на ВИЧ у мерзах компании «Тышица на ватых, кого не тышица». Сустреча у Мазары запланована на 23 вересня, у Жлобине – на 29 вересня. Сирот удельников информационной группы посол Доброй Воли Юнец, телеведучая Светлана Боровская и спевачка Наталья Томела. У Мазары тестирование организуют у парку культуры и отпочинку перамога у Жлобине на центральной площади на пляце у Цеперодомом культуры. Волонтеры будут працовать с 14-ти годин. Нагадаем, у минулую субботу экспресс-обследование провели у Гомеля и у Рэшицы. Для самостоянной проверки раздали некольки сотня у тестов. Державная установа «Гомельские городские оркестры» рыхтуется означать свое 10-ти годзе. С находы святы на наступном тыне музыканты представят великий юбилейный невыпадковый концерт. 27 вересня у Гомельским громадско-культурным центра Глядачоу чакает грандиозное шоу за делом одразу двух оркестра установы симфоничного и концертного. Кожный из их выканая усе самое лепшее, что мая у своим творчим арсенале. Со сцены прогучать классичные и эстрадные творы, джазовые композиции, белорусские и сусветные хиты. У концерте будет заденечена коля сотни талиновитых музыкантов и солистов. Глядачоу чакают не только яскравые выступления, так само видовищные спецэффекты и атмосфера чарауництва. Специальный гость свята популярный белорусский спявак и композитор Георгий Колдон. Наши солисты подготовили для вас тоже замечательные музыкальные подарки, поэтому, дорогие друзья, приходите на наш неслучайный концерт. Мы будем очень рады вас видеть, тем более, что зал продан, количество билетов ограничено. Спешите купить свой заветный билет. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgmail.by На этом выпуск завершен. С новинами спорта вас познайомит Максим Савин.